Привет! Сегодня мы продолжаем говорить о бизнесе, который выстрелит в 2022 году в России. В этой подборке оставили для вас 5 актуальных идей для открытия производства с минимальными вложениями. А перед тем, как мы начнем, подпишись на наш телеграм-канал, потому что неизвестно, будет ли заблокирован YouTube в России или нет. Но бизнес-идеи мы каждый день публикуем в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Изготовление эко-игрушек из дерева на домом. С российского рынка уходят основные поставщики детских игрушек, но потребность в них у сотен тысяч родителей никуда не денется. Учитывая тренд на экологичные товары, изготовление интересных и качественных игрушек станет одним из направлений, которые с большой вероятностью выстрелят в 2022 году. Буквально через пару месяцев. Такое мини-производство можно открыть даже у себя дома. Почему именно этот бизнес? Есть несколько причин. Во-первых, цена на дерево не зависит от импорта и с его поставкой ни при каких условиях не появятся непредвиденные трудности. Этот факт является одним из ключевых и дает уверенность в том, что такой бизнес будет стабильным и устойчивым к кризису. Во-вторых, не нужно открывать огромный цех и инвестировать десятки миллионов рублей на запуск бизнеса. В сумму инвестиций входят только инструменты для обработки древесной поверхности и сам исходный материал. Не забудьте заложить минимальный бюджет на рекламу в социальных сетях, вроде ВКонтакте или рекламных записей на Авито. Изготовление портретов, выжженных на дереве. Вы знали, что ежедневно в России полтора миллиона человек ищут подарки именинникам на празднике? Представь, что все они могут стать твоими клиентами. Рынок подарков – это огромный рынок, на котором можно заработать от 30 и до 80 тысяч рублей ежемесячно. Причем открыть бизнес реально даже у себя в квартире. Такие портреты изготавливаются на современном станке – пиропринтере. Он выжигает изображения на деревянной поверхности, создавая работу, сопоставимую с работой профессиональных художников. Пиропринтер подходит для выжигания фотографий и портретов. Это высокомаржинальный товар, так как при себестоимости готовой работы менее 50 рублей, их можно продавать уже за полторы-две тысячи рублей. Формат А4 выжигается всего за полтора часа. Станок работает автономно и управляется с компьютера или экрана смартфона. Производитель станка делится технологией, как круглый год находить клиентов, которые ищут оригинальные подарки близким на дни рождения. А ссылку на станок и бизнес-план мы, как всегда, указали в описании к этому видео. Переходи и изучай. Производство декоративных свечей. Для старта такого бизнеса будет достаточно 10 тысяч рублей. Любопытный факт, но большая часть продаж таких свечей приходила через гигантов мебельной индустрии – IKEA и H&M Home. Но на текущий момент компании ушли с российского рынка, открыв огромные перспективы для отечественных производителей. Этому же способствует и рост цен у поставщиков в бьюти и хом-индустрии на 50-100%. Открыть свое мини-производство реально даже у себя. Причем сама технология изготовления и материалы, используемые в свече варенье, доступны каждому в открытом доступе. Здесь во многом успех зависит от вашего творческого подхода. В идеале вы должны предложить рынку что-то особенное. В таком случае на ваш товар обратят внимание. Мы рекомендуем такой бизнес для новичков, которые хотят заработать первые 40-80 тысяч, не выходя из дома. Производство мебели на заказ. Следующая идея подойдет для начинающих предпринимателей, готовых инвестировать от 60 тысяч рублей на старте. При этом помимо обозначенной суммы, вам понадобится небольшое помещение, в котором вы сможете работать. В текущих реалиях собственное мебельное производство – это прибыльный бизнес. Особенно интересным по причине ухода с рынка ведущих компаний в сфере дизайнерской мебели становятся новые товары на заказ. Еще недавно на рынке был высокий уровень конкуренции. За каждого клиента за счет лидеров рынка вроде Икеи последние две недели изменили ситуацию кардинально. Небольшие мастерские забиты заказами на месяцы вперед, а сам ажиотаж только нарастает. Для предпринимателей это тоже выгодная схема, потому что решается проблема со сбытом продукции. Работа под заказ обычно выполняется с предоплатой. Эти средства уходят на покупку материалов. То есть вам не нужно привлекать свои средства. По сути, вы сильно экономите на первоначальных вложениях. Производство искусственного мрамора из бетона. Первое место нашего сегодняшнего топа. Почему именно бизнес по производству искусственного бетона? Начнем с того, что здесь требуется относительно небольшой объем инвестиций. Вполне реально уложиться в 150-200 тысяч рублей на старте. Этих денег должно хватить для изготовления первой небольшой партии товаров на продажу. Во-вторых, технология производства достаточно проста и по сути доступна каждому человеку. Даже если вы не имеете богатого опыта в промышленной сфере, вся информация к производству находится в открытом доступе. Искусственный мрамор – это бюджетный аналог натурального мрамора. Поэтому спрос на него постоянно растет, а большая часть такого материала на текущий момент не поставляется в нашу страну по разным причинам. При этом спрос на услуги ремонта стабильно растет последние 2 года на 8-12%, несмотря на кризисы, локдауны и санкции. Ниж на текущий момент свободна и действительно может стать крутой идеей для старта бизнеса в это тяжелое время. На этом сегодня все. Больше бизнес-идей у нас в телеграм-канале. Ссылочка в описании. Ну и напишите в комментариях, какие по-вашему бизнес-идеи будут актуальны в нынешнее время в России. Всем пока!